Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш Дом молитвы, для нашего совместного назидания предлагаю текст Священного Писания, который записан в Первом Послании к Коринфянам, 3 глава. 3 глава будем читать с 9 стиха. «Ибо мы – соработники у Бога, а вы – Божия Нива, Божие строение. Я поданой мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. «Строит ли на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Он, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Дорогая церковь, братья и сестры, несколько недель тому назад, 28 февраля, мы имели такое служение. Мы проводим его раз в год. Мы называем его «Деловое членское собрание», на котором мы немножко, может быть, делаем анализ прошедшего года, рассматриваем наше служение, как Господь благословил нас в прошедшем году. И формат последнего служения не был возможным, не позволял как-то более пристально, более внимательно посмотреть на нашу жизнь, нашей Церкви. Не было времени. Позвольте сегодня немножко коснуться то, что на сердце мне лежит, и темами проповеди будут касаться нашей жизни, нашей поместной Церкви. Вы знаете, что сегодня в мире существует очень огромное количество различных христианских церквей, различными динаминацией, различными названиями по своему устройству, созданиями, структурой, различными видами служений, которые происходят в тех или иных церквях. В каждой из этих церквей, я имею в виду поместной, физической Церкви, существует свое начало, своя история. Когда-то закладывался фундамент, как духовный, так и физический. Когда-то строили эту церковь, ту или иную церковь, созидали. Истории церквей различны. Как я сказал, какие-то церкви развивались и духовно, содержательно, и численностью своею. Некоторые церкви имели, может быть, менее лучшую историю. Были падения, были разделения, были раздоры. И нередко посещала церковь, что церковь вынуждены были даже продавать. Вы знаете, так или иначе, в любой поместной церкви участвуют в жизни и созидании церкви обычные люди. Обычные люди. Апостол Павел говорит, что я, как мудрый строитель, положил основание, но другой строит на нем. Вы знаете, когда Христос говорит о том, что я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, он говорил о вселенской церкви. Это действительно так. История христианства показывает, несмотря на какие бы то ни были испытания, которые церковь Христа проходила, гонения, испытания, инквизиции, разрушения, все, что пытались врата ада устранить, церковь не получилось и не получится. Почему? Потому что она принадлежит Господу, Господь глава, церковь соединена со Христом, но Христос говорил и о другом, через апостола Павла. Христос в притчах говорил. Сегодня мы слышали 25 главу Евангелия от Матфея, притча о талантах. Господь дал ответственность людям в созидании поместной церкви. И каждый из нас ответственный. Павел говорит, смотри, кто как строит. Вы знаете, если можно, давайте посмотрим несколько фотографий. Может быть, она немножко поможет нам увидеть некоторую ясность в том, о чем я буду сегодня говорить. Если видно, да, вот немножко можно свет чуть-чуть. Две разные церкви, братья и сестры. Две разные церкви. Мы взяли просто фотографии. Чем они отличаются, на ваш взгляд, братья и сестры? Численностью брать кто-то говорит. Что-то в одну церковь влечет. Что-то в одну церковь объединяет. Что-то люди посчитали необходимым оставить все свои домашние дела, свои проблемы. Все и прийти для того, чтобы быть вместе, прославить Господа, молиться Господу, слушать Его Слово. В этой церкви, по всей видимости, другая фотография ее строли. Я смотрю по зданию, по размерам, с учетом того, что эта церковь будет заполнена. Есть место в этой церкви, друзья, но что-то, я не знаю причины, почему. Возможно, было начало когда-то хорошее. Возможно, эта вторая фотография была точно такая, как и первая когда-то. И церковь была полная. Возможно, это вечернее собрание воскресное. Как вы думаете? Или это вторник, может быть? Но мы понимаем, друзья, что когда-то в любой ситуации, в любом случае, судьбу каждой поместной церкви что-то ожидает. И ожидает, может быть, следующее. Давайте посмотрим другую фотографию. Это как для сравнения. Обратите внимание, жизнь в церкви продолжается в одной. Люди стремятся в Дом Божий. Люди посвятили свою жизнь, свои средства, свои возможности, свои таланты, способности для того, чтобы созидалась поместная церковь в той или иной местности. В этой церкви, братья и сестры, когда-то был тоже положен фундамент. В этой церкви когда-то совершалась, я верю, молитва освящения братьев. В этой церкви, я верю, хоть когда-то рождались души для вечности. Но что-то пошло не так. Плохо ли основание было положено? Апостол Павел говорит, никто не может положить другого основания, которое уже положено. И это основание является Иисус Христос. Но прошло время. Я не знаю причин. Братья и сестры, мы просто взяли фотографии, которых очень много. Вы знаете, что в Соединенных Штатах, в этой стране, ежегодно закрывается и продается церквей до 5 тысяч ежегодно. Ежегодно от 4 до 5 тысяч закрывается и продается, выставляется на продажу здание церкви. И только открывается не более полторы тысячи в год. Только в этой стране. Не говоря уже о всем мире. Спасибо, братья. Можно включить свет. Братья и сестры, вы знаете, в прошлое воскресенье мы с братьями-служителями, несколько человек, имели некоторые рассуждения о устройстве поместной церкви, о наших некоторых вопросах, связанных со служениями. И как-то был такой вопрос поднят или задан. Если бы нашу поместную церковь, города Стейкалыч, давайте немножко представим себе, со всем зданием нас с вами переселим в город Сакраменто, где находятся десятки разных церквей, мы бы сохранились в таком количестве и в таком составе, как мы сейчас. Думаю, что нет, братья и сестры. Но один брат предложил смелую мысль. Говорит, наша бы церковь пополнилась другими людьми. Я тоже в это верю. Но кто-то нашел свою бы церковь. Ближе по духу, ближе по устройству, ближе по теологии, по музыкальным, может быть, каким-то вопросам. Братья и сестры, мы все разные люди. Вот особенность нашей поместной церкви, нам далеко, ну, некуда ходить. Так Господь вот нас создал, что мы здесь все вместе, братья и сестры. Вот такие разные, но такие любимые Господом. И в этом что-то есть, я считаю, большое благословение, правда? Когда наши сестры украшают цветы, там не только черные и белые. Там такой букет красивый. И в этом есть действительно благословение большое. Вы знаете, Священное Писание говорит нас, рассматривает, что мы не просто члены церкви, мы не прихожане. Павел говорит, обратите внимание, мы сработники у Бога. Мы сработники Бога, у Бога. А вы Божия Нива, Божие строение. Иисус Христос говорит, что не вы меня избрали, а я вас избрал. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16 стих. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы плод ваш пребывал. Слово «плод ваш пребывал» в другом переводе звучит так, чтобы ваш плод был долговечен. Братья и сестры, церковь, она создана Господом. Каждая поместная церковь для определенной цели. И в нашей братской, вы можете посмотреть, мы повесили с братьями очень хороший такой, знаете, стенд, текст. Там положено основных девять признаков здоровой церкви. Девять признаков, их может быть больше. Ну, мы взяли просто как заобразец. И слава Богу, что сегодня темы служений, тема поместной церкви беспокоит многих служителей. И в этой стране, среди алкоговорящих пасторов, среди славянских церквей, среди церквей, в которых мы выехали, братья-служители заботятся, каким образом, Господи, то, что Ты доверил сегодня на этой земле, каким образом и наилучшим образом можем созидать нашу поместную церковь, чтобы ее не постигла вот такая у вас судьба. For sale. Братья и сестры, я хочу сказать, что мы ответственны с вами, город Астейкалыч, нашей церкви, не только за это здание. Я говорю, братья, эти тезисы, эти девять пунктов, это не просто какая-то открытка красивая, это наша цель, это наше видение, это наше понимание, это наш план, чертеж. Апостол Павел говорит, что у меня есть чертеж. Как тогда-то строил Моисей скинию, Бог дал ему чертеж устройства скинии. Как тогда-то Бог дал Давиду чертеж устройства храма. Там так и написано. И Давид взял этот чертеж и подарил, отдал сыну своему Соломону. И говорит, строй так, как написано в этом плане, в этом чертеже. Братья и сестры, мы имеем чертеж устройства. Бог позаботился, братья и сестры, чтобы церкви поместные не были устроены. Как этот мир устроен и поддерживается Господом силой, благодати, мудрости. Точно так его вселенская церковь, она будет стоять, она будет жить, она будет созидаться. И в какой-то момент Господь ее заберет. Братья и сестры, и все институты власти, все, что происходит на земле, будет забыто, предано суду, заведение, в конечном итоге сгорит и останется, знаете что, во вселенной? Христос и его церковь, которые будут соединены на веки веков. Вам интересно ваше место в числу этих людей. Но это в будущем осозидается здесь, сейчас, в нашей повседневной жизни. Давайте очень кратенько посмотрим хотя бы несколько важных моментов, которых Господь позаботился для того, чтобы церковь могла созидаться. Бог дал ей вот эти главные принципы, главный дал вот эти, знаете, назначения, на чем она может быть жить, стоять, развиваться, функционировать. И вы знаете, как Павел уже сказал, что мы прочитали в этом 11 стихе 3 главы, никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Он является этим краеугольным камнем. Поэтому всякий раз, все, что происходит в течение всей недели, братья и сестры, в какой бы ни было день, разборы, спевки, еще какие-то служения, они положены, находятся на вот этом крепком основании, которым является наш Господь Иисус Христос. Это очень важно. Я бы хотел обратить внимание на то повеление, которое Господь дал своим апостолам, которые не были опытные, которые не имели специально теологического образования, не имели, знаете, каких-то возможностей и ресурсов, то, что сегодня имеют многие из нас. Но что они имели? Они имели повеление от Господа, и мы с вами как-то говорили о том, что Он дал повеление, идите, научите все народы. И апостолы пошли и совершали. И когда появились первые плоды, первые обращенные души, и когда возникла необходимость, физическая необходимость, чтобы вот это первые три тысячи обращенных людей, которые были собраны, спасены и крещены, стоял вопрос, а что же делать дальше? Каким образом вести по жизни этих людей для того, чтобы они были действительно детьми Божьими, христианами, приносили плод? И обратите внимание, мне очень нравится книга Деяния апостолов, когда мы смотрим на ее развитие, на жизнь, на то, что Господь делал, мы находим следующее. Книга Деяния апостолов, 2 глава, 42 стих, написано так, «И они постоянно пребывали в учении апостолов». Вот что они взяли для оснований. Самое главное, дорогие друзья, братья и сестры, что Господь дал для жизни каждой поместной церкви, это вот эту книгу, это Его Слово, это Писание, это то, что Христос при жизни говорил, «Я есть хлеб, сшедший небес». Кто будет питаться, кто будет жить мною? Он говорил, что человек может жить Христом благодаря общению с Его Божественным Словом. И так поступили апостолы. Они, обратите внимание, пребывали, это посвятили себя. Когда люди задали вопрос, что делать, говорят, приходите в храме. Потом по домам были встречи, общения, беседы. У них не было законченного Писания, у них был Ветхий Завет, было устное, переданное, но точное учение Иисуса Христа, передавалось, но они пребывали, они хотели знать, что Бог ожидает от них. Они слышали, они разбирали, они изучали Слово. И когда возникла необходимость в нуждах, среди поместной церкви, приходят к апостолам, говорят, «Братья, есть вдовы, которые нуждаются, находятся в пренебрежении, как быть в этой ситуации. Какая мудрость у апостолов!» Они принимают решение, и мы читаем, они говорят так, «Нехорошо нам оставить что?» Слово Божие. Говорит, «Братья, нехорошо нам оставить Слово Божие, заботиться при этом о столах, но есть правильное решение, говорит, изберите, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. А вы чем будете, братья, заниматься, апостолы? А мы постоянно, мы посвятили себя этому, а мы постоянно пребудем в молитве и изучении Слова. Какой результат? Правильный ли это подход? Чего достигла Первая Иерусалимская Церковь, основываясь на таких принципах? Братья, сестры, обратите внимание на 6 глава, 4 стих, какой был результат? Слово Божие росло. В другом переводе Слово Божие увеличилось или размножалось, распространялось. Когда люди собирались для изучения Писания в храме и по домам, Слово Божие, братья, сестры, имеет колоссальную властью менять сердце человека, через Слово Божие братья, сестры, человек спасается, возрождается, освящается, проходит его жизнь, меняется его характер, его ценности, его приоритеты. Обратите внимание, 6, если можно, братья, откройте, Деяние Апостолов, 6 глава, 6 глава, 4 стих, 4 стих, и Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось, 7 стих, Слово Божие росло, и число учеников, при этом, братья, сестры, весьма умножилось в Иерусалиме. Церковь Иерусалимская не грозила, чтобы храм поставили for sale, потому что число росло, учеников умножалось, люди приходили и умножались. И обратите внимание, это Слово Божие достигло, знаете кого? Священников, людей религиозных, людей, которые когда-то учили народ Божий. Слово Божие коснулось сердца и написано, и многие из священников покорились, покорились вере. Они обратились, они возродились свыше. Это то, что происходило, братья и сестры, когда-то в период реформации, когда Слово Божие было забыто, когда Слово Божие не могло иметь возможности, люди могли читать на родном языке, и люди находились в тьме, в духовной тьме многие сотни лет. Но когда Слово Божие пришло к людям на доступно понятном языках, начались изменения, начались обращения, покаяния, меняться семьи, меняться люди, менялись и обращались священники. Братья и сестры, проповедь Слова Божия в нашей личной жизни, чтения, изучения, является тем фундаментом, на котором стоит жизнь поместной церкви и жизнь каждого из нас в отдельности. Будет слово пренебрежений в твоей моей жизни, будет, постигнет катастрофа каждого из нас и постигнет в конечном итоге церковь всю. Мы очень взаимосвязаны друг с другом, как в одном теле. Братья и сестры, стены вот этого здания нас не объединяют. Культура нас не объединяет. Язык нас не объединяет. И одежда нас, хоть оденьтесь в одинаковые пиджаки, никогда не объединит. Знаете, что объединяет? Давайте прочитаем. Римлянам, 15 глава, 5 стих. «Бог же терпения и утешения додарует вам быть в единомыслии между собою на каком основании по учению Иисуса Христа. Бог же терпения и утешения додарует быть нам в единомыслии, в согласии, в понимании друг друга, в любви, в уважении, только на одном основании по учению Иисуса Христа. В учении Иисуса Христа заключена колоссальная сила. Я-то вижу в книге Деяния апостола, братья-сёстры, можем себе представить израильский народ, который терпел не мог язычников, никогда не сообщались, это было чуждо инородное тело, вообще было неприятие. И вдруг Господь спасает иудеев, они узнают, что Мессия, который они распяли, является Господом, является спасителем, они спасаются. Господь говорит, я открыл двери для язычников, принимайте их. Как? Господи, помните Петра, я никогда не прикасался к нечистому, а Бог говорит, заколи и ешь, ибо чтоб Бог осветил, очистил того, что не почитай нечистым. Петру пришлось трудно в этом плане, как многими апостолами, другим. Но, братья и сестры, Господь созидал из два совершенно разных народа, чуждых, созидал одно целое, устрояя в Иисусе Христе. Это было большим, большим благословением. Каждый смотри, как строит. Строит ли кто на этом основании из золота? Братья и сестры, Писание уподобляется этому золоту, этому драгоценных камням, потому что нет ничего на земле драгоценнее, братья и сестры, как его слово. Вот почему Павел говорит, смотри, как строит. Если вы строите из золота вашу личную духовную жизнь, семейную жизнь, родители, если в ваших детях с детства вы читаете это слово, они запоминают это слово. Родители, когда вы в четверг говорите, сынок, скоро семь часов, бросай все и езжай на разбор к молодежи, там слово будет. Когда мы во вторник, братья и сестры, планируем свое время, моя работа не устраивает мне, потому что мне нужно быть в собрании, я должен поменять что-то в своей жизни, оставить свои планы. Почему? Потому что церковь, которую Господь мне подарил, я являюсь членом этой церкви, мы хотим созидать, как по учению Иисуса Христа. Мы хотим быть вместе. Вот тогда есть перспектива, тогда есть надежда о том, что мы будем расти. Слово Божие написано «росло» и число людей, что умножалось, увеличивалось. Я без успрека, братья и сестры, но мы как церковь, мы утратили важнейшее. Мы во вторник согласились быть вместе для того, чтобы изучать слово. Чуть меньше нас собирается, чем на этой второй фотографии. Я бы не хотел, чтобы нас посигла та фотография, которую мы видели. For sale. У Бога есть законы, поймите, дорогие церкви, определенные законы, на которым зыжится духовная жизнь каждого. Семьи, лично христианина и всей церкви. Каждый смотри, как строит. Пророк Ветхого Завета, Пророк Иосия, 4 глава, 6 стих, он предупреждал тогда еще. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, знания. Так как ты отверг ведение, то я отвергну тебя от священно действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Какое серьезное предупреждение для народа Божьего, братья и сестры, забыть слово в своей жизни и в жизни по местной церкви. Мы, когда читаем Деяния апостолов, да, мы рассуждаем и видим, как Господь позаботился, дал такие простые, знаете, как мы говорим сегодня современным языком, базовые истины, устройства церкви. Они посвятили не только себя изучению слова, но и молитве. Вы скажете, это что, так важно? Это очень важно, братья и сестры. Когда мы смотрим на современный мир и когда многие правители, да, многие правительства стоят вот перед проблемой решения глобальных вопросов мира, экономики, политических вопросов, этот кризис, знаете, везде вот люди собираются для каких-то встреч, вкладываются огромные ресурсы, создаются новые какие-то институты, организации для того, чтобы как-то примирить, наладить, остановить то, что происходит. А Бог дал церкви особое средство, особое оружие. Это молитва, братья и сестры. Это удивительно, что это по молитве, братья и сестры, решаются все вопросы в этом мире. По молитве спасаются наши дети. Молитву возносим Господу за наших родных и близких, которые не спасены. Кто болеет, мы говорим, молитесь, братья и сестры. И слышим ответы и свидетельства Богу слава Господь благословил. Братья и сестры, что может без молитвы невозможна жизнь христианина? Известная фраза нашего брата Петра Дейнеки, который написал маленькую книгу, много молитвы, много чего? Силы много. Мало молитвы, мало силы. Еще израильскому народу Господь дал вот это обетование, которое связал народ Божий с Господом и с тем, чтобы народ Божий предстоял в молитве постоянно. Обратите внимание, это известный текст, который часто используют и сегодня, когда есть какая-то нужда, когда церковь объединяется возле какой-то служения или нужды. Вторая книга Паралипоминон, 7 глава, 14 стих, где так говорит Господь, «И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей Твоих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Это известный текст, когда будут молиться, когда смирятся, когда взыщут, когда отвратятся, когда помолятся, то тогда Господь услышит. Всегда ли мы используем это средство, братья и сестры, в нашей личной жизни? С нашими детьми, родителями, учим ли мы наших деток молиться? Молимся ли мы, имеем ли молитвенную жизнь каждый из нас? Как дитё Божие, это очень важно. Братья и сестры, честно скажу, мы потеряли в нашей церкви совместную молитву во вторник. Для этого мы собираемся, для того, чтобы объединиться пред нашим Господом друг за друга, за мир, в котором мы живём, за грешником, за наших детей, за нашу жизнь. Братья и сестры, мы утратили это. И это очень печально, это тревожный сигнал, братья и сестры. И Павел говорит, что смотри, как мы строим, каждый смотри, что мы вкладываем. Вы знаете, несколько недель тому назад были с молодёжью на конференции, очень большая церковь, более тысячи человек, было служение воскресное, и брат говорил слово утреннее. Братья и сестры, как вы думаете, после проповедника должны быть молитвы в церкви? Я думаю, что молитва в церкви, это не реакция на проповедь, понравилась мне эта проповедь или не понравилась, согласен я с братом или не согласен, нравится мне этот проповедник или не нравится. Молитва в церкви, это реакция моего спасённой души. Господи, благодарю Тебя, что я жив, здоров, я нахожусь в доме Твоём, я вижу моих братьев и сестёр, двери дома нашего сегодня не открыты, не закрыты, мы не на онлайн находимся, а мы находимся вместе. Благодарим Тебя за Твоё спасение. Господи, благослови нас. Достаточно короткой молитвы. Когда было служение в большущей церкви, более тысячи человек, брат сказал «Аминь», и наступила гнетущая пауза ни одной молитвы. Я так думаю, небо иногда, ангелы смотрят на небесах и не понимают, что происходит на земле. «Прошло прекрасное служение», второй брат говорит слово, прекрасное слово вдохновляющее «Аминь». Тысячная церковь говорит «Аминь» и ни одной молитвы. Знаете, почему, дорогая церковь? Дьявол знает, где поражать верующих людей. Дьявол знает, где держать нас, простите, за горло, закрывает уста. Он знает, когда церковь, как иерусалимская, когда они узнали, что происходит с братьями, они вызвали к Богу, написано, и по молитве их поколебалось место. И Бог услышал, братья и сестры, когда мы читаем историю церкви, историю пробуждения, братья и сестры. Мы вчера с братьями были в Рочестере, один брат-служитель говорил историю. Говорит, вы знаете, что происходило здесь много веков, вот в этой Новой Англии. Вы знаете, что приехали братья, несколько человек поселились недалеко от этой церкви. Они сняли апартмент или той домик. И прежде, чем было евангелизационное собрание, несколько месяцев они закрылись, они взывали к Богу, они молились, Господи, пошли пробуждение в этом штате, в этом городе. Они мало ели, мало спали. Но когда проповедник взошел на кафедру спустя несколько месяцев, и Евангелие звучало в церкви, город начал пробуждаться, люди стали обращаться к Богу, люди стали каяться, люди стали менять жизнь. Пробуждение происходит, братья и сестры, не от того, что пригласили известного, одаренного проповедника, а от того, что церковь склоняется на колени. И после «Аминь», в простоте сердца, открывая свое сердце Богу, мы молим, просим, Господи, наши деточки на балконе, которые мы любим, они еще не спасены, наши родные еще не спасены, мой муж или жена, они ослабели. О, братья и сестры, если бы мы познали, могли осознать силу молитвы вместе. Братья и сестры, ушли бы те разногласия, незначительные, которые мы пытаемся где-то друг к другу придираться и смотреть. Стены дома молитвы не объединяют, общее понимание музыки не объединяет, объединяет Слово Божие и духовная жизнь сосредоточена в молитве и предстоянии пред Господом. Пусть Господь поможет нам в этом. Господь создал церковь для того, чтобы церковь любила Слово, провозглашала Слово, молилась вместе и благовествовала Его Слово. Это очень важно. Мы понимаем, братья и сестры, что мы как-то, может быть, привыкли уже к этому. Мне многие годы, когда я приехал сюда, я не мог как-то смириться, как-то принять это, что мы не можем благовествовать более теми возможностями, которые у нас есть, потому что там жизнь многих из вас, братья и сестры, была связана с тем, что мы могли открыто провозглашать Евангелие не только в церкви. Но я благодарю Господа, братья и сестры, что по великой милости мы можем быть, знаете кем, соучастниками в деле Евангелия. И когда брат Мухаммед проповедует в Ливане и ходит по улицам города, не зная в какой момент его могут убить, а мы в это время молимся с вами, братья и сестры, посылаем средства, то знаете, что происходит? То мы становимся соучастниками Евангелия и в деле благовестия. И когда наши братья готовят плов на улице для того, чтобы семья из обращенных цыган, которые живут в квартире пустой, в которой ничего нету, и мы можем как-то облегчить, помочь для того, чтобы их жизнь. Братья и сестры, Писание говорит, мы становимся участниками в деле благовестия, в деле Евангелия, так Павел говорит. Хочу быть соучастниками, дорогая церковь, хотите ли вы быть соучастниками в деле благовестия? Мы не всегда можем и все можем поехать в Молдову провести лагерь, но можем молитвенно поддерживать Светлану, Валеру, этих деток, которые там, нашу сестру Ларису Артюшенко, Александра Березенко, наши, кто находится, Анита в Таиланде, и многие миссионеры, которые трудятся. Друзья, мы можем быть частью благовестия, это очень важно, но представьте себе, если церковь не благовествует никакими путями, никакими методами, потому что возможностей много для тех, кто владеет хорошим английским языком. Друзья, в Стайкалке же не все спасены еще. В Пенсильвании, в этой стране не все спасены, далеко не все. И благовестие, и евангелизация это не только один специальный какой-то день, выделенный, где приглашаются люди. Это на каждом месте. Это постоянно. Это то, кого нам Бог посылает на работе, в дороге. Это наши соседи. На днях у меня произошел разговор с нашими соседями, они прожили где-то три года, и они переезжали в прошлой неделе. Они пришли просто, женщина пришла попрощаться. Он говорит, спасибо вам за то, что вы были такими необыкновенными людьми. Я говорю, я не хвалюсь, братья и сестры, но это все делает Бог. Это Бог делает, отношения строит между людьми, между соседями. Я настолько мог говорить ей о Евангелии. Это очень важно, братья и сестры. Но представьте себе, если церковь не выполняет поручения Христа, я говорю, различными методами, проходит 10, 15, 30 лет, и вырастает целое поколение детей, которые не знают, что такое благовестие. Можем себе представить, полная церковь людей, хорошее сидение, хороший звук, хороший свет, хорошие камеры, но дети наши, которые выросли, не знают, что такое благовестие. Ты думаешь, что ты богат, разбогател? Ты носишь имя, будто жив? Такую церковь, братья и сестры, ожидает катастрофа. Как важно, чтобы наши дети могли благовествовать различными методами. А самое главное, мы с вами здравой, христианской жизнью. Самое первое. Каждый смотри, как строит. Пусть Господь даст нам в мудрости быть строителями, братья и сестры, в котором бы созидалась наша поместная церковь. И последняя мысль перед нашей молитвой. Свидетельство окружающих людей. Здравая церковь, любящая и ожидающая Господа, это церковь, которая имеет доброе свидетельство от окружающих людей. Нашу церковь, как и любую, впрочем, судят не по большому паркинладу, не по красоте здания, братья и сестры, а по нас с вами, по нашей жизни. Как мы живем? Как мы поступаем? В школе, на работе, друг с другом? Вот об этом люди судят, как выглядит церковь. Я не так давно прочитал один свидетельство одного брата, который живет в большом городе, где средоточено очень много славянских церквей. И он пишет следующее, говорит, что я имел беседу, встречу недавно с одним пожилым пастором американской церкви. И он ему сказал следующее, говорит, знаешь, я когда был таким, как ты в возрасте, наша церковь, церковь, которая напротив, в этом городе, мы молились о верующих в Советском Союзе. Молились, чтобы Господь поддержал вас, благословил. Мы собирали деньги на Библии, пересылали. А еще мы молились, чтобы Бог открыл двери границы в Советском Союзе и верующие могли приехать сюда, чтобы ободрить нас и чтобы началось пробуждение, большое пробуждение в нашей стране. И мы искренне молились и просили, и когда это началось, мы были очень рады. Мы благодарили Бога и ожидали этого пробуждения. С тем брат, говорит, он помолчал, посмотрел мне в глаза и задал вопрос, как ты думаешь, после вашего приезда в наш город пробуждение началось. Говорит, у меня не было ответа, я опустил голову. Братья и сестры, какой будет выглядеть наша церковь через пять, через десять лет? От того, что мы поменяем название церкви, ничего не изменится. Изменится тогда, когда мы будем относиться к слову, когда мы полюбим его всем сердцем, в нашей доме, с нашими детками. Когда вторник, мы поменяем наш скейджел, если есть возможность, конечно, такова. Когда воскресные наши собрания, вечерние, вместе с детками нашими, которые придут сегодня и будут находиться вот здесь. Простите. А мы придем, будем радоваться с ним, слыша, как они делают первые шаги. беря микрофон, немножко заикает, спотыкает, забывая, но с радостью читает стихи и поют. А мы в это время будем молиться, Господи, благослови наших деток, ведь это будущее наше, служители твои, певцы, хористы. Вот тогда, братья и сестры, церковь наша будет меняться, тогда люди услышат, здесь необыкновенная церковь. Они говорят чуть на другом языке, но у них много любви к Богу, друг к другу, к Слову, и они молятся. Эта церковь молящая. Последняя короткая мысль. Потерпит ли церковь урон? Мы прочитали сегодня, знаете, Павел говорит, у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Каждый год в этой стране закрывается до пяти тысяч церквей. Я считаю, это величайший урон. Кто-то будет, наверное, отвечать, почему так? Почему дело, которое Господь доверил, здание, средства, возможности, время, то благословение Божие было утрачено. И здание, которое было приобретено, оно никогда, наверное, не будет использовано как церковь, в котором звучит Писание, где молятся люди, не каются грешники. Я хотел бы помолиться сегодня с вами, братья и сестры, нашей поместной церкви за ее внутреннее устройство, за наше отношение к слову, за наше отношение к молитве, за наше отношение к благовесию и за наше свидетельство и за наше свидетельство в этом городе. Что мы оставим для наших детей? Какой будет церковь, выглядит? Это зависит от каждого, братья и сестры, из нас. Павел говорит, смотри, каждый, не только служителя, не только хористы, не только проповедники, смотри, каждый, как строит. Да поможет нам Господь, братья и сестры, быть мудрыми строителями, чтобы наша церковь была молящаяся, церковь, любящая слово, церковь благовествующая и церковь, имеющая доброе свидетельство от окружающих людей. Аминь. Давайте помолимся.